Владимир Путин прибыл сегодня в Приморье, где в пятницу стартует второй Восточный экономический форум. Его участники будут обсуждать крупные проекты, в том числе в энергетике. У российского президента запланированы переговоры с иностранными лидерами, ну а сегодня глава государства уделил внимание планам развития Дальнего Востока. На встрече с губернатором Приморья речь шла о привлечении инвесторов, а еще Владимир Путин встретился с воспитанниками легендарного Нахимовского училища. Его филиал теперь есть и во Владивостоке. Репортаж Макара Руденчика. Построение у этих ребят несколько раз в день, но к этому они готовились особенно. Форма идеально отглажена, ремни сверкают. Кадеты Владивостокского президентского училища совсем недавно надели тельняшки и бескозырки. С наступающим учебным годом новоиспеченных Нахимовцев поздравил верховный главнокомандующий. Дорогие ребята, я уверен, вы будете гордиться тем, что учитесь в филиале Санкт-Петербургского Нахимовского училища. Два филиала созданы в городах, овеянных воинской славой, в Севастополе и во Владивостоке. И уверен, вы с честью продолжите традиции военного образования. Настоящая школа мужества и патриотизма. Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с военно-морским флотом России. Филиалами Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища стали сразу два президентских кадетских училища во Владивостоке и в Севастополе. В двух городах, где находятся крупные военно-морские базы, нужны молодые кадры для флота. Президент в присутствии министра обороны и начальника филиала Нахимовского училища во Владивостоке пообщался в режиме телемоста с Севастополем и Санкт-Петербургом. У Министерства обороны есть поручение создать такой же филиал в Мурманске с тем, чтобы те молодые люди, которые любят море, стремятся связать свою жизнь с морем, были максимально приближены к нашим флотам – Балтийскому, Тихоокеанскому и Северному флоту. Мы для чего это делаем? Для чего мы создаем филиалы из кадетских училищ? С тем, чтобы обеспечить единые методические подходы подготовки воспитанников, повысить уровень преподавания до Санкт-Петербурга. А Санкт-Петербург не должен останавливаться на сегодняшних своих рубежах, а нужно идти дальше. Программа обучения нахимовцев полностью отвечает стандартам среднего школьного образования, плюс дополнительные предметы по военно-морскому делу. Ребят ждут увлекательные походы под парусом и на веслах. У многих семьи тесно связаны с флотом, и курсанты готовы пойти по стопам родителей. Да, я хотела стать нахимовцем, потому что у меня дедушка военный и прадедушка был военный. В первую очередь это хорошее образование, я думаю, мы получим. Легче, наверное, будет поступить в вузы страны. Учеба в таком училище вовсе не означает, что выпускники обязаны поступать в вузы Министерства обороны. Хотя, конечно, обучаться там курсантам будет легче. Филиал нахимовского военно-морского училища в Владивостоке расположен на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени Степана Макарова. Если кто-то из сегодняшних нахимовцев решит связать свою жизнь с флотом, ему нужно будет только лишь перейти в соседний корпус для того, чтобы подать документы для поступления. В училище президенту показали выставку экспонатов, привезенных с острова Матуа на Курильской гряде. Совсем недавно там закончила работу совместная экспедиция Министерства обороны и Русского географического общества. Остров известен тем, что на нем располагался 7-тысячный гарнизон японской армии, который сдался без боя советским войскам в августе 1945 года. Сегодня же Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края. Владимир Миклушевский доложил президенту о реализации проектов по созданию территорий опережающего развития. Три из них уже работают. Первые результаты дал и проект «Свободный порт Владивосток». Его резидентами стали 70 компаний. На базе судостроительного завода «Звезда» создается крупнейшая на Дальнем Востоке Россию верфь, которая будет строить суда для отечественных перевозчиков. Также в регионе уже действует программа «Дальневосточный гектар». 125 земельных участков отдано в пользование. Коснулись и темы культуры. Владивосток, не поверясь этого слова, он превращается в Тихоокеанскую столицу. Для того, чтобы так называться, надо иметь хорошее образование. И, конечно, это культура. И я, и все жители Приморья вас очень благодарят за то решение, которое вы приняли в открытии филиала Мариинского знаменитого театра. Кроме этого, Владимир Владимирович, мы по вашему поручению работали над поиском помещений под Государственный русский музей. У нас вот есть... Под филиал? Вот, конечно, конечно, извините. Под филиал, безусловно. И у нас есть вот несколько предложений, но мы сейчас ждем представителей русского музея с тем, чтобы им показать. Вы правы, безусловно, для того, чтобы создать здесь нормальные, я уже говорил, какие-то запредельные, просто нормальные условия для жизни людей, для того, чтобы детей можно было воспитывать и чувствовать, что здесь комфортно живется. То есть, вот, все, что касается культуры, должно быть поддержано в первоочередном порядке. Не забывая, конечно, про создание новых рабочих мест, про те задачи, которые перед краем стояли всегда, стоят и стоять будут. Имею в виду уровень заработной платы, поддержание уровня заработной платы как в экономике, так и в социальной сфере. На этой же встрече президент выразил уверенность, что предстоящий Восточноэкономический форум на острове Русский пройдет успешно, несмотря на непогоду. В Приморье уже несколько дней идут сильные дожди, но для приведения крупного международного события все готово. Макар Уденчик, Сергей Торопов и Кирилл Зотов. Первый канал. Владивосток.